Такого кринжа просто, мне кажется, одновременно в кадре сложно было придумать. Крайний раз он выложил каких-то жопастых пидарасов накрашенных. Ром, кто такой смайф? Титул мистер Олимпия в категории классик физик перейдет к другому спортсмену, когда он будет вакантом. Он создал все самые неблагоприятные условия для того, чтобы его сердце, блядь, работало на износ. Они очень хотели нас потрогать, подтыкать или спидеть телефоны, я точно не уверен. Соревнование 25-й год, весна-лето. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Здорово, пацаны! Ну, по крайней мере, у нас сегодня крутой рилс есть, знаешь, типа на полторы секунды, как мы идем. Когда мы молчим и идем спиной, это наверняка лучшее, что будет в этом выпуске. Всем привет, с вами Биба и Боба. Ладно, Роман Халиулин. Рифму не надо. Ладно, Роман Халиулин. Руслан Хорецкий. Вы просили, мы снимаем. Да, вы просили сильно, поэтому мы снимаем для вас. И сегодня будем тренировать плечи. О, как неожиданно, бодибилдеры тренируют плечи. У них, блядь, всего 6 основных тренировок, которые можно делать. И вот мы кругами уже последние 20 лет снимаем тренировки одного и того же. А вы это смотрите. А вы это смотрите, и кому это будет бодибилдинг. Ну, что еще про него можно снять? А давай мы сегодня будем пытаться придумывать самые необычные упражнения. Хотя мы их всех уже придумали. Залупа всякого. Да. Вот это грубая. Это не рекомендация к действию, но, наверное, будет интересно. У нас сегодня, наш тренировочный мэтр, это вот... Блин, я хотел предложить по очереди придумывать всякую фигню. Он сегодня придумывает, а я повторяю и даю фидбэк. Ладно, давай тогда придумывать ничего не буду. Нет, немножко его придумываю. Но то, что нравится мне... Да, давай. Давай. Я в целом все классическое. Ты в целом просто так охуенин, тебе вливали что делать. Да, да. Тяги, махи, все, я вот так тренировался. Тяги, махи? Да, тяги, махи. А жимы? Жимы. Одно упражнение в самом конце тренировки делаю. А почему? И все. Ну, потому что не растут у меня от жимов плечи. У всех растут у тебя не растут? Да, да. Вот конец разговора. Ну, вот то сейчас, скажем, плечи, которые сформированы сейчас, это маховые и тяговые тренировки. А до этого я их тренировал жимами и очень много. Делал армейские, делал с гантелями, делал в камере. И плечи, как таково, не откликались. Передняя дельта вот такая вот выросла, блядь. А средняя и задняя дельтовидная как бы остались чуть-чуть назад. Жалко передними дельтами. Крепление. Особенно. Начнем с махов. Начнем с разминки. Махами закачаем мы плечи. А вообще, все наверняка уже обратили внимание на наши очаровательнейшие футболки. Обратили? Не могли не обратить. Такого кринжа просто, мне кажется, одновременно в кадре сложно было придумать. У меня голый мужчина на футболке. У меня одетый. У тебя одетый мужчина. Но есть такая же с голым мужчиной. Ну, со мной, то бишь. А с тобой вторая есть картинка? Да. А и с Романом есть еще один картинки. Соответственно, дорогие мои друзья, под этим выпуском первая ссылка на мой и наш телеграм-канал, на который нужно быть подписанными и там нажать какую-то кнопку. Я в этом не сильно разбираюсь. Но, в общем, будет конкурс. Вот. И можно будет выиграть футболку с Романом Халюлиным или Русланом Халецким. Причем не одну штуку, а даже целых несколько будет призовых мест. Поэтому обязательно поучаствуйте. Подпишитесь на наши телеграммы. В моем телеграмме есть очень много полезного. В Романом телеграмме есть очень много смешного. Крайний раз он выложил каких-то жопастых пидарасов, накрашенных в стрингах. Роман. Это категория мужской велманс. Она выиграет популярность в Бразилии. И теперь внимание. Па-бам. Леха не забывает, вставляет картинку. А возможно, даже видео с пидарасами. Надеюсь, нам эту номинацию не введут. Потому что придется говорить и у нас, ребятам. Ребята, что вы как пидарасы. Ну, я думаю, в России такое невозможно. Невозможно. Это статейная категория. Так, значит, вставляем в кадр сейчас, что запрещенная на территории Российской Федерации нами с Романом категория. Ну, нет, не нами. Она законодательно запрещена. Это пропаганда ЛГБТ и пидарасов. Мы их не уважаем. В общем, вот вы сейчас увидели эти кадры, наверное. Мы это не поддерживаем. Что вы об этом думаете? Что вы думаете о свободе выбора, принятии решений, всякими благоебами? Это люто. Так нельзя? Это нет. Я прям полностью поддерживаю. Это, блядь, шизофрения она. А там были зрители в зале? Уже это, ну, конечно. Ну, просто ты из зала фотку вот так понял. Да, да, да. Там был топ-5, я в топ-5 не попал, поэтому пришел в зал просто фотку. Я, вот эта вот перетолерантность, она уже превращается во что-то, блядь, в какую-то эпидемию. Эпидемию какую-то, блядь. Это, ну, для меня это прям вообще шквар из-за шкваров. Я полностью солидарен. Вот, здорово, так приятно, когда с самого начала ролика мы кого-то оскорбили. Надеюсь, мы задели чувство всех сочувствующих этому мероприятию гейскому. Вот, надеюсь, вам неприятно нас слышать. А нам неприятно вас видеть и знать о вашем существовании. Вот. У нас потому что доченьки подрастают, и мы переживаем за то, что будет в будущем. Сейчас-то смотришь уже, даже на ровесников, и думаешь, что-то мальчиков воспитывают как-то печальненько. Какие-то все сопливо-нежные, блин, со строек не падают, в футбол не играют. Вообще бардак и беда. Ромочка, короче, тут у меня недавно это, скупая мужская слеза. Максимально скупая и максимально мужская. Даже не соленая, а такая горькая вытекла. Короче, увидел, причем у дочки, она листала какую-то соцсеть. И там был видос, типа, школьники моего поколения, современные школьники, видел, не видел. И там такое, знаете, полупиксельное, очень на плохую камеру тапок, одновременно снятое, ну реально лет 15 назад, видео. И там, ну, школьники, 15-16 лет, старшеклассники, в качалках, еще, знаете, такие худые большинство, сухие, со штангами, такими заводными изолентой, на брусьях, на боксерских мешках, обмотанных, такие, знаете, пробитых по центру, которые осыпались уже книзу, знаете, где низ бетон, а в середине труха, боксируют, занимаются, играют в футбол на улице. И там много кадров меняются, да, и подпись. Школьники моего поколения, старшеклассники. И потом, полупидорковатые, с длинными волосами, худючие чуваки, танцующие перед телефоном на Арбате, какую-то хуйню выплясывающие для ТикТока. Пацаны. Такое время, родной. Ну, это печалька, да это не круто, не верьте, не станете вы богатыми на ТикТоке. Они, блядь, только фоткаются с чужими тачками, и вот эти хуйня занимают. Ну как, большинство ничего не светит. Большинство, да. Идите учиться. О, нет. Что, не учиться? Не пойдут. Я думал, что не надо учиться. Не, не, они... Я сейчас выпал, братан. Они вот... Идите учиться. Все, я сейчас мечтаю стать блогерами. Это неплохо на самом деле, но... Это плохо на самом деле? Нет. Я к тому, что, ну, типа, они же сами выбирают, это осознанный выбор. Он неосознанный, им лет сколько. Просто нужно понимать, что из, там, десяти тысяч успешных блогеров, которые смогут на этом зарабатывать какие-то деньги, создавая какой-то интересный контент для своей аудитории, из десяти тысяч ни одного. Вот, наверное, ста тысяч, десять человек. Ну, давай так, наверное, нужно посмотреть общее, к примеру, количество аккаунтов в Инстаграм. Я думаю, их очень много. И, к примеру, провести там корреляцию, какое из этих количеств аккаунтов являются коммерчески успешными. Я думаю, там будет что-то прям какая-нибудь небольшая цифра. Ну, скорее всего. Я ненавижу его кеды. Как меня бесит. Я, блядь, на самом деле забыл их выложить. Они стоптанные, вот эти пятки вот ебучие заваливаются. Ребята, видите, смотри, внутрь. А это ваше здоровье, это ваша стопа. Потому что все, колено, тазобедренный сустав, поясничный отдел, позвоночник. Весь позвоночник, ваши плечи, ваша шея. Крово-стопжение даже мозга. Я обычно готовлюсь к ролику и выкладываю их из сумки. Но сегодня, блядь, забыл. Ваше просто-стопжение мозга, крови, зависит от того, насколько вот качественная обувь, правильное положение стопы. Я просто поздно ночью прилетел, с проку отшел. Съемочки были. Вечно ходит в каком-нибудь стоптанном гамне. У тебя же есть Джорданы. Ты любишь Джорданы. Хорошая, подходящая обувь. Я обычно их и одеваю, когда съемка с тобой. А для меня специально, да, вот это вот? Нет, это случайно получилось. Они маленькие, компактные. Так вот сложил, на дно положил. Били цыганку, так вышло, попал в федеральный. Да. Первымерен. Все верно. И не выкинул танки стопанную. Да. Так, еще один разминочный. И мы пойдем делать заднюю дельту. Тягу колбу будет делать? Я надеюсь. Да без разницы, что скажешь. А что ты сейчас делаешь чаще всего? В последнее время. Я делаю сейчас на заднюю. Она у меня идет со спиной. В комплексе. И делаю либо вот такое тяговое движение, либо в Смите. Это хорошее, она мне нравится. Тяговое движение, да. Вот. Ну, тяголихейня она называется. Да. Ну, многие говорят еще, эта тягу придумал не лихейни. Кто-то там, кто-то там придумал, не помню. У нас три года назад был ролик, где мы тоже, когда называем. Да-да-да-да-да-да-да. Вот. Ну, называют ее сейчас просто на роде тяголихейни. Вот. Поэтому я делаю тяговые движения сейчас такие. Вот. И, ну, бабочка обратная, пик-дек. В сторону. Блин. Важно, я это не сказал. Ладно, что розыгрыш, бесплатные футболки. Промокод на скидку на одежду на сайте Генетик. Секретный, никому не говорите. Будет называться он Биба и Боба. Биба, потом Источки в одно слово, Боба. Вот. Ну, промокод тоже под роликом есть. Залетайте на сайт. Давайте по промокоду будут на одежду скидка 50%. И на остальные группы товаров. Назовите цифру маленькую. 15%. 15% стал, Рома. Не очень-то вас любит, Роман. Поэтому 15% вам скидка всего лишь. А там ассортимент сейчас на генетике такой себе. Все жалуются, что ничего нет в наличии. Уже все отгрузилось. Уже все отгрузилось. Ну, еще не появилось же. Ну, большинство отгрузилось. Поэтому не пиздит. Поэтому, когда этот выездит ролик, не факт, что на сайте появится ассортимент. То мелопектин, а пиздец, там полсклада привезли. А мелопектин, кстати, урожай собирают в августе. Поэтому его не было. Он кончился. Вот его привезли. Кому нужен мелопектин, покупайте сейчас. Потом опять не будет. А настоящий мелопектин вот так вышло. Только мы выкупаем. Мы выкупаем просто весь хороший Maximize. Поэтому, да, на него есть спрос. Ситуация с ним определенными лимитами обладает. Ну, короче, сейчас он есть. Я думаю, он отгрузился. На складе он тоже еще есть. Кому его нужно прям много, можно тоже вот заказать с сайта. Вот так. Что-то вес небольшой. Будем мы делать тягу ко лбу. Тяг по лбу – это у нас задняя дельта. Естественно, вовлекается в работу и средняя в том числе. Тяг по очереди. Весь поставим. Ром, кто такой Смаев? Не, я знаю, кто он такой. Я видел пару раз картинки. Я не знаю, как он говорит. Я не знаю, что Смаев делает. Но я знаю, что Смаев существует. Смаев – добряк из деревни. Такой большой, 150-килограммовый. Но он в основном с силовыми своими показателями. Да, он жмет много. Как бы там кто к нему не относился в плане исполнения его жима, он очень туго бинтами перетягивается. И жим такой в билдерском. Ну, 300 все равно жмет. Ну, пусть пожмут. Согласен, согласен. Пожал, как Смаев, иди, говори, блядь. Какой ты жмет. На дырку я своим весом подтягиваюсь. Весит он 150. И причем, ну, не вот так, а вот так. Нормально. Ну, такой добряк. Ну, он всех раздражает. Почему? Меня он не раздражает. Совсем. Ну, я к тому, что всех раздражает в медиапространстве. Он чем? Тем, что работает на заводе. Молодец. Там, за 40 или за сколько тысяч рублей. Но, имея возможность у него на ютубе канал, там уже 300 тысяч подписчиков. Имея возможность зарабатывать большие деньги, переехав куда-нибудь, он говорит, блядь, ну вот я травмируюсь. Ну, закончатся у меня вот мои вот эти силовые показатели. Кто мне будет платить 40-50 тысяч рублей на заводе? Андрей. Андрюха, страховка. Если ты травмируешься, по страховке можно получить отличные бабки. Нет, я к тому, что он мог бы уже за то время, когда вот начал вести свою медиапрость. Купить завод. Да. И работать на своего завода никто не уволишь. Вот меня, Андрюха, никто на работу не брал. Я что сделал? Открыл сам себе работу. Очень высокая оплачиваемая. Если хочешь, приходи к нам на завод. У нас легче. Мешки, пакеты, коробки. Ну, он такой очень... Он любит спорт. И у нас тренажерка есть на заводе. Андрюха, вообще все это. Футболку тебе подарим с Ромкой. Он большой, да? У него все нормально. Просто он не хочет это развиваться. Не хочет и не надо развиваться. А чем он раздражает-то кого-то? Ну, вот именно вот этим, что имея возможность... Другие завидуют, что есть возможность. Да, но он ее никак не реализует. А они бы на его месте. Писед-писед. Да, да, да. Ребята, ничего не мешает. И что нигде не выступает. И что нигде не выступает, да? То есть у него все рекорды там... Мы тоже нигде не выступаем. Мы соревнуемся. Выступает кто? Фидорас? А где живет Андрей? Армавир. Как лекарство звучит? Ну, знаете как, вот я могу ошибаться. Это абсолютно нормально, что я могу ошибаться. Но я так понимаю, что Андрей-то, наверное, интересен больше там своими силовыми результатами, вот этим происхождением из глубинки, да, такая вот его эта особенность и так далее. Насколько там по себе контент от него познавательный? Ну, контент... Да, они контент-то снимают на телефон. Все, они ведут какие-то стримы, отвечают на какие-то вопросы и так далее. Но он больше, вот он любит качаться. Все, я, говорит, люблю качаться. Ему говорят, ну, Сарычев уже, ну, предлагал помощь в плане развития медийности и так далее. Ну, у него на Ютубе канал, там уже больше 300 тысяч подписчиков. У него и просмотры хорошие. И все, это можно было уже давным все сделать. Уже можно было на этот завод плюнуть, действительно, купить его, блядь, можно попробовать. У него еще городок закрытый. Вот. Туда очень тяжело попасть. Сегодня наживайте нас. Бибай-боба. Бибай-боба. Бибай-боба, всем привет. Вот. Под роликом будет промокод. Большой смотри. Вот такая фоточка охуенная. Охуенная фоточка, да. Такие молодые. Вообще просто... Молодые накачанные. Накачанные. Ребят, смотрите. Это мы тут молодые, охуенные, накачанные, как сказал Ромыч. Польша, кстати. Это Польша, это когда Ромка остановился в одном шаге от квалификации на Олимпию, и его не обошел, но первое место отдали этому, блондинчику, как его там? Лесли Визерс. Лесли Визерсу отдали первое место. Ну, он сейчас... И сказали, Роман, ты, говорит, клевый, ты вообще победил по всем позам, ты молодец. Но мы Лесли обещали. Ну, это ему говорили. Лесли у нас будет, типа, звездой. Лесли мы готовим на самый верх. Ты, говорит, в следующий раз приезжай, говорит, ты точно выиграешь. Ну, так и случилось же. Он приехал, но там нюансы. Лесли был и стал звездой. Да, и... Ну, краткий чемпион, она классика. Да, и Лесли прям, ну, пророчит, он же там помоложе, чем этот вот, с усиками. Да. Ну, вот. Да нет, по-моему. Даже постарше. Постарше, если Бамм 29 исполнилось. А? 28-28. А почему ему говорят, типа, что он его... Или так, для медики, типа, конкуренция? Ну, нет, по-моему, Лесли постарше. Ну, 30-31 ему, наверное, ну, ненамного. Но к тому, что ему сейчас, типа, да, что он такой в хорошей прям форме, ну, будет... Ну, можно Баммс да победить? Или Баммс да никто не может победить? Блин, опять же, ну, если сравниваем стопроцентную форму, Баммс это просто сложен лучше. Ну, креплением... Да, он красит, так далее. И так далее, да. Только из-за этого нет. Если стопроцентная кондиция и Лесли, и Баммса, то, наверное, нет. Вот. Ну, и как даже, если он будет очень близко, там, условно, пятикратный мистер Олимпия и кандидат на этот титул. Должен быть пиздец. Да, он должен быть выше, а выше на голову Криса Баммса, ну, пока еще, наверное, такой... Не родился. Такой в категории такого нет у спортсмена. Поэтому, мне кажется, титул мистер Олимпия в категории классик физик перейдет к другому спортсмену, когда он будет вакантным. То есть, Баммса завершит карьеру... Кабамм не придет, не приедет. Да, да. Ну, или промахаться, действительно, с формы. Действительно, если мы сравниваем стопроцентную готовность к соревнованиям, то, наверное, нет. Просто потому, что он, ну, типа, для этой категории эталон. Вот, как считают многие. Как Ромка в России в классике физик. Как считают я и пара Ромкиных друзей. Да, да, да. Ну, Леха вон нет, нет. Ставите лайки, Леха. Комплименты делает. Да нет, какой? Ты что, мы с ним видимся вот на съемках нас с тобой. Видите, Рома потяжелее меня. Ему не надо ногой упираться во то, что Кровину его не перекидывает. Ну, мне, типа, да, надо. Сюда, ну, держать, да, себя. А мне с этим весом все, меня вперед тянет. И давай, до свидания. Илья Галем. Скончался. Скончался. Вот. Сначала многие подумали, что вброс. Ну, соответственно, нет, это не так. Действительно, Илья погиб. Проблемы с сердцем. Вот. Не так давно, вы помните, он приезжал к нам в городске в Россию. Очень много обследований прошел здесь. У меня до сих пор в приложении его анализы. Он по моему аккаунту ходил. И действительно, эти анализы тогда были неплохие. Да и прям нареканий прям существенных не было и у кардиолога. Полмиллиона просмотров на канале прям с тем обследованием. Но все же, действительно, такой огромный вес. То есть, кардио. Может, какие-то еще другие причины. Ведь по большому счету, вы поймите, от сердечно-сосудистых заболеваний умирает самое большое количество людей на планете. Это основная причина. Не в 36 лет же. И раньше погибают. И люди, которые весят 8 килограмм. Я просто к тому, что он создал все самые неблагоприятные условия для того, чтобы его сердце, блядь, работало на износ. Ну, то есть, это есть, это объективно. 160 килограммов вес, отсутствие там кардионагрузки, безумные калорийные приемы пищи. И все, и все. Конечно, это не может благоприятно сказываться на здоровье. Но, к сожалению, вот мы видим то, что мы видим. Вот. Так случилось. Чувак Люха был, блин. Я с ним хоть и немного общался, но был лично знаком. На Сибири они вот, мы ездили сюда. Русланова привозил как раз ролики на свой канал тоже поснимал. Посчастливилось мне. Вот. Спасибо Руслану, опять же. И такой добряк. Максимально честный, искренний, откровенный. Такой, очень с какими-то своими правильными жизненными позициями. Вот. А у меня он оставил себе только положительные впечатления. Ничего негативного про него сказать не могу. Да и что говорить негативного? Ну, нормальный любитель, скажем так, бодибилдинга, любитель спорта. Фанат в этом. Фанат. Не любитель, а фанатик. Действительно, фанатик. Это все дорогого стоит. И то, что было, думаю, очень многим важно, как ни крути, это была мировая звезда бодибилдинга, русскоязычная. Это был такой вот русскоговорящий танк, который прошел, проехал весь мир, никогда не отгораживался от славянской культуры. Кто видел татуировки там и по поглублю, вообще от культуры, от своих ценностей, не стеснялся их. Это все очень ценно. Во многом, ну мы, да, мы очень много времени вместе провели, мы вместе были. Мы вместе убегали от странных маленьких индусов по Индии, где мы думали, что Ильюха застранит между домами, короче, а с одним чувак проскакивает, я уже боком такой, Илья, блядь, меня протащите, мне кажется, они меня сожрут. Они очень хотели нас потрогать, потыкать или спидеть телефоны, я точно не уверен, но мы от них, короче, свалили. Кому интересно, кто-то, может быть, не был знаком, или сейчас вот вы только увидели информацию, много в интернете про Илью, будут выходить куча роликов. Можете полистать просто канал, у Ромки глянуть, послушать. Интересно, как жил, как думал, как добился результата, прям, ну, большого результата, спортивного, очень сильный большой спортсмен. И можно взять на заметку какие-то моменты, да, которые там Ромка перечислил. Ну, заботьтесь о себе. Да, следите за своим здоровьем, к сожалению, очень многие пренебрегают. Очень много все рассказывают об этом в интернете, говорят, что надо следить за своим здоровьем. Но даже те, кто рассказывают, не следят в большинстве своем за своим здоровьем, так как они это рассказывают и делают. Так, как надо это делать. Так, как надо это делать. Я вот куркумин пью утром, молодец. Берегите себя, я тоже витамин пью. Вот, видишь, как ты коснули, да, и Смаева, да, про здоровье-то сказал. Да, кстати, говорят, он тоже не особо такой запрос. И многие, многие экономят лишнюю пятнашку на анализах. Займите, анализы вас не сделают здоровее, но где-то по случайности можно выявить на начальном этапе изменения, куда можно посмотреть. И, то есть, сегодня вовремя, а через полгода может быть поздно. Поэтому так или иначе, пока не болит, поэтому... А тут драга болит. А когда начинает болеть, это уже такая стазия, да. И все, поэтому, конечно, лучше это все предотвращать и оказывать какие-то профилактические меры, процедуры лечения и так далее, нежели чем уже потом пытаться это все как-то реанимировать. Но не всегда получается. Поэтому вот Андрюхе Смаеву я желаю крепкого-крепкого здоровья, чтобы он немножечко, наверное, задумался все-таки об этом, потому что тоже 150 килограмм тушку носить для сердечка такое себе. Да, причем он большой-большой любитель предтренов. Он прям заряжается. У него 2-3 тренировки в день. Он заряжается постоянно предтренами, там двойные и тройные порции. Он любит, чтобы его штырило. Это тоже как бы, ну, перебор немножко с сердечком, да. Поэтому... Берегите себя, пацаны. А я люблю. Покойся с миром. Да. Да, к сожалению. Тягу к подбородку. Давай. Вот на самом деле, я вот скажу так. Тягу к подбородку, возможно, это лучшее, что изобрели и придумали для дельтовидных. Мы за штангой будем? Я за штангу проголосую, а ты как хочешь? Пошли, пошли. А я как ты. У меня же нет своего мнения, бля, я пиявка ебаная присосался и как кукла, бля. Голосую. Голосую. Субтитры сделал DimaTorzok Можете посмотреть, ребята, Рома делает хорошо Рома поднимает высоко локти, включает работу отлично Среднюю длитовидную И особо не ебет себе голову тем, на какой высоте останавливается штанга Потому что это абсолютно не важно Важно движение плечевой кости Это от сих до сих Вот это предплечье, где там штанга Вы высоко задерете Это вообще никому не надо И дать от этого не вырастут сильнее Важно правильное движение Я Рома повесил Ну хорошо, я просто вчера-позавчера и позапозавчера очень хорошо тренировался это первую неделю, когда я провел все тренировки тяжелые я набрал, кстати, 3 килограмма, взвешивался я прям не ожидал 98 килограмм ну не знаю, не зафиксировались или нет но вот было и даже в зеркало смотрел, что-то я так подоформился порадовало дальше в моей карьере набор вот а соревнования 25-й год весна-лето, там какие-нибудь турниры, ну тоже, наверное, азиатские будем смотреть все, сейчас пока что до октября отдых у меня вот держу свои 112 килограммов ну не напрягаясь, просто я помню как эти 112 были, когда у меня масса набора были ну вот два года назад до травмы до того, как я до того, как я два года хуйней занимался вот, эти 112 килограмм 113, они прям такие были на пике набора когда тяжело уже есть было и такое вот сейчас эти 112, они такие привычный вес абсолютно ну и 500 углей, которые сейчас залетают просто как в трубу и вылетают, как от трубы вот, да ну то есть никакого, скажем так никакой сложности в том, чтобы держать сейчас 112 килограммов вообще нету вот набор с октября там посмотрим Илюха Галем как раз по телевизору показывает выступление говно вот подготовка была охуенная охуенная была у меня отдача на этой подготовке вот, то есть у меня наконец-то ну два года не готовился, потому что ну не было цели а тут как-то знаешь такой сконцентрировался и все подготовка охуенная я считаю, что мне самого себя вообще не в чем упрекнуть в плане мотивации и это мне кажется даже моя аудитория скажет что у меня вообще все четко было я в этот раз прям все максимально все вбивал все это самое то есть ну у меня и прошлые подготовки тоже были все максимально то есть все четко было но в плане того, что два года я немножечко так раз это самое разобранный был, да в плане дисциплины то эта подготовка когда мы начали то вообще все очень хорошо было вся подготовка была хорошая форма форма тоже отличная была ну я не могу сказать что-то что было плохое конечно безусловно хочется чуть больше, да быть вот но в целом просто мы понимаем, что есть опять же есть запас опять же нужно набирать вот ну я думаю через годик вот посмотрим весной весной и осенью что получится набрать ну выступление не по форме так скажем говно но все уже кто подписан там на моей соцсети да знают, что с гримом небольшой факап получился и та форма, которая была она была ну получилась смазанная потому что грим два слоя был очень-очень темный грим а сверху было масло которое очень сильно бликовало из этого даже главный судья потом мы фидбэк от него получили он сказал, что типа нужно качество вот мы ему скидываем видео где я был за два часа ну без грима когда еще мы вот пришли на регистрацию и меня снимали и мы показали ему это видео он говорит этого на сцене не было видно вот я даже выкладывал пост у себя в телеграм-канале вот он говорит по мышечной массе все смотрелось хорошо на сцене но мне не хватило качества и мы ему скидываем видео он говорит вот этого не было на сцене вот это не вопрос ну то есть за два часа форма не может измениться так что я был сухой резной все хорошо качество его условно устроило а потом получилось так что через два часа она на сцене куда-то это делалось нет мы знаем что это ну не ошибка была вот как это сказать да факап с гримом что мы свой грим не взяли хотя надо было ну мы вроде как едем на про турнир да и как бы это все должно быть там регламентировано но китайцы вот не я не говорю что если бы удачный грим был все хорошо что я выиграл бы этот турнир скорее всего ну вполне вероятно что нет вот но я был бы повыше не восьмой наверное в пятерочке я мог бы быть вот но это опять же после травмы возвращения форма была хорошая мне очень понравилось вот поэтому дальше только улучшаться надо поднабирать я думаю годика 2-3 я еще побуду в обойме посоревнуюсь ну там как пойдет да и буду заканчивать с этим рукоблудием скажем так ну в плане соревновательной деятельности то есть я не прекращу заниматься не прекращу там следить за питанием но это уже образ жизни но в плане соревнований вполне возможно да что через 3 года мне будет 36 может быть это будет только рассвет карьеры может быть все получится так но пока вот как-то такие планы так что это может быть как вы закончили все стоп на самом деле чтобы вы понимали а это у меня написано короче ребятки я еще в игре короче да и пенсионеры эту эту фразу лично рома попросил нанести а эту фразу лично я просил нанести помните что дисциплина она вообще такая штука которая сильно помогает в жизни так что как ромка не сдавайтесь ну и будьте дисциплинированы как ром который в том числе и как я тоже будет дисциплинировать и пунктуальными роман забывает что вот сразу вот сразу он сразу он лучшая защита это нападение просто забывает люди они конечно опаздывают а я задерживаюсь потому что у меня очень были важные дела как корона теперь четко корона да да корона да нужно нужно с пониманием относиться к это вот вообще понимание относитесь ко всем ко всему ко всему ко всем ну кроме тех чуваков стрельга к этому не надо не надо понимать не понимая все пацаны всем бобра добра подписаться ссылочки все на все футболочки все ресурсы будут в описании и в закрепленном комментарии все всем пока до новых встреч